здравствуйте каких-то 20-25 лет назад миопия диагностированная в 9-10 лет считалось ранней а сейчас она встречается и в 6 и в 7 лет к сожалению чем раньше она проявляется тем активнее прогрессирует но знаете ли вы что миопию можно остановить сегодня мы пришли в офтальмологический центр точки зрения на базе которого был открыт первый в регионе центр контроля миопии какие методики для восстановления зрения предлагают офтальмологический центр точка зрения и что такое не опьян нам сегодня расскажет врач офтальмолог офтальмологического центра точка зрения Путина Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна. По статистике миопия диагностируется чаще у детей, нежели чем у взрослых. Расскажите, что это за заболевание и чем оно опасно для наших деток? Здравствуйте. Простыми словами, близорукость или миопия – это аномалия строения глазного яблока, при котором ухудшается зрение на дальних расстояниях при сохранении хорошего зрения вблизи. У детей дошкольного или школьного возраста из классификации близорукости чаще встречается приобретенная осевая близорукость. Она не так страшна, как страшны ее осложнения, которые связаны с удлинением, патологическим ростом глазного яблока в длину. Сетчатка при этом истончается и образуются ретинальные осложнения. Верно ли, что ваш центр помогает сохранить хорошее зрение, даже если поставлен диагноз миопия? Да, верно. В нашем центре открыт центр контроля близорукости. Мы помогаем детям нашего города и области сохранить хорошее зрение, даже если поставлен данный диагноз. Самое главное – близорукость не только откоррегировать, но и продолжать ее контролировать, так как приобретенная близорукость очень быстро растет у наших детей. Мы используем современные средства контроля, которые позволяют детям активно участвовать дальше в своей повседневной жизни. Мы получаем удовлетворительные результаты от того, что близорукость либо стабилизирована, либо замедленный ее рост на 50, на 60, на 70 процентов. По разным источникам эти проценты разнятся, и мы тоже видим разные результаты. В центре контроля миопия «Точка зрения» прием ведут врачи-офтальмологи с большим опытом работы. В клинике используется современное офтальмологическое оборудование, на котором проводится комплексная диагностика зрения ребенка и эффективное лечение с применением передовых аппаратных методик. После детального обследования врач поставит точный диагноз, своевременно назначит необходимое лечение и подберет специализированные методы коррекции зрения для вашего ребенка. Какие средства контроля и замедления миопии есть в вашем центре? В современном мире мы должны для наших активных детей найти средства коррекции, которые будут давать высокую остроту зрения в течение всего дня, а с другой стороны контролировать ее прогрессию. В нашем центре мы используем консервативные способы контроля близорукости, куда входит медикаментозное лечение, аппаратное лечение, а также основой всего этого является коррекция близорукости. Туда входят очки специального дизайна, мягкие контактные линзы с дефокусом, а также ночные линзы и портут гератологические. Как понять, какой из способов подойдет ребенку? Мы сходим индивидуально после комплексного обследования ребенка, оценки его образа жизни в течение его дня, образа жизни всей семьи и его психологическая настроенность. То есть, если ребенок готов к мягким контактным линзам или жестким, то подбираются именно они. Если же также нет противопоказаний, если ребенок не готов к контактным методам коррекции, то подбираются специальные очки индивидуального дизайна. Расскажите про один из способов коррекции зрения, такой как контактные линзы. Мягкие контактные линзы бывают разные. Те, которые мы подбираем детям, они должны быть дефокусные линзы. Одним из видов контактных линз является линза MySight. Это мягкая ежедневная линза, созданная для того, чтобы контролировать рост близорукости. Преимущество ее заключается в том, что она ежедневная, она не требует ухода, она безопасная. Ребенок может самостоятельно ее одевать и снимать без контроля родителей. И родитель может быть спокоен за здоровье своего ребенка в том, что она не требует абсолютно никакого ухода. То есть, ребенок ее снимает и выкидывает в конце своего активного дня. Также эти линзы можно использовать во время спорта. Эффективность мягких контактных линз доказана семилетним исследованием. Как часто нужно проходить обследование при миопии? Ребенок с близорукостью должен наблюдаться у своего офтальмолога не менее двух-трех раз в год. На каждом осмотре мы контролируем остроту зрения ребенка, как без коррекции, так с коррекцией, объемы аккомодации, обязательно длину глаза. Если ребенок носит контактные линзы, мы контролируем состояние роговицы при любых линзах. И также на широкий врачок обязательно смотрим состояние сетчатки. Елена Николаевна, и поделитесь, пожалуйста, советами для профилактики миопии для наших телезрителей. Любое заболевание проще предотвратить, чем его потом далее лечить. И в отношении нарушения зрения это также все верно. Нам необходимо взрослым позаботиться об организации рабочего дня и учебного дня наших детей, чтобы они имели возможность гулять, заниматься спортом, правильно организовывать им рабочее место для неучит уроки, правильная освещенность, соблюдать правила локтя, непростое правило 20-20-20, при котором при нагрузке более чем 20 минут должны посмотреть 20 секунд вдаль, больше чем на 5 метров и 20 раз поморгать. Все это несложно соблюдать, и это позволит нам сохранить высокую страду зрения на многие годы. Огромное вам спасибо! Берегите свое зрение, и при нарушении зрения вашего ребенка или лично у вас, обращайтесь в наш центр, и мы вам поможем. Сегодня мы были в офтальмологическом центре «Точка зрения» и узнали, что такое миопия и чем она опасна для детей. А специалист рассказал о методиках. А вы берегите себя и будьте здоровы!